добрый день сегодня у нас как ни странно на повестке опять рыбное блюдо что-то мы на рыбе зацепились, ну так получается сегодня мы будем делать рыбу в американском соусе значит американский соус это очень интересная история придумали его конечно не в Америке, придумали его во Франции некоторый Пьер Фрейс, он был, как говорят легенда, был он поваром как-то к нему вечером пришли посетители и попросили, чтобы что-нибудь проесть любое, а у него же ничего не было, были только остатки от омаров ну и некоторые продукты, и тогда легенда взял все эти омары, сварил их в сковородку перемешал их с луком, с чесноком, с морковкой и потом у него получился соус этот соус на самом деле долгое время, он даже сейчас до сих пор во Франции называется не американский а армаританский соус, значит это, дело в том, что все западное побережье Франции это вот если Британь и так далее, выше туда, это называется по-французски армарик это древнее название, кельтское еще название этих областей, которое означает земля в море вот, иначе он назывался очень долгое время армариканский и Пьер этот Фрейс, он делал его во Франции, а потом он уехал в Америку и там, значит, с этим соусом он стал страшно знаменит и постепенно, значит, из-за армариканского он превратился в американский значит, примерно как с Оливье дело произошло, во всем мире, в России Оливье, во всем мире русский салат в общем, такие дела, значит, что нам нужно будет для соуса? значит, мы здесь, видите, для соуса это, значит, не надо, но это две филеты рыбы у нас это лубина и восемь креветок значит, креветки мы почистили все голову и всю кожуру, значит, мы не выбрасываем, оставили здесь мы его будем использовать как раз для соуса это его отличительная, значит, такая черта, что здесь используют вот эти вот остатки значит, потом нам нужно будет сырые, да, креветки, я смотрю, серенькие сырые, да, ну, можно и вареные, в принципе, просто сырые дадут больше вкусов потом нам нужно будет, например, помидор томатный, это томатное пюре значит, нужно будет лук я его порезал уже такими большими кусками, потому что соус потом весь протирается порей лук порей, значит, морковь нужен будет чеснок, у нас здесь уже порезан, чеснок с петрушкой нужна будет рюмка коньяка на то количество, которое мы делать будем, да и где-то полстакана вина белая, да? белая вина, да и плюс, значит, еще плюс нужно будет масло самый последний момент кусочек сливочного да, и, значит, мы здесь еще делаем, значит, из рыбных костей так сказать, делаем мы здесь рыбное фуме или рыбный бульон, говорят по-простому в фуме мы положили, значит, рыбные кости, хвост, значит, голова там где-то внизу тоже значит, плюс мы положили туда, значит, лук порей пол примерно луковицы и пол морковки где-то значит, начнем мы с того, что мы сейчас разогреем эту, значит, кастрюлю нальем туда масло, оливкового разогреем ее и положим сначала, значит, вот эти вот головы и чешую от обжаря так, это здесь уже у нас нагрелось значит, ну, мы с высыпаем, значит, все головы и так далее значит, сейчас мы начнем это мешать значит, обжарим мы здесь начнем до того, как они начнут менять сок вот этот цвет, ну, это уже, видите, мгновенно происходит а ты головы не будешь вот так вот немножечко, да? ага, я смотрю, ты всегда делаешь значит, оператор мне тонко намекает, что надо взять толкушку и так немножко пожрукать головы, чтобы они выпустили больше сок вот ты всегда так делаешь, я поэтому, я уже привыкла, что ты это делаешь так, сейчас помешаем, потом еще так, значит, теперь мы сюда добавляем чеснок и петрушку так, так, мы все перевешиваем ой, какой запах невозможный запах сейчас у нас немножко там поджарится еще и мы добавим уже остальное с разу все так, значит, у нас там это все булькает туда-сюда и, значит, мы теперь кидаем туда остальные овощи значит, лук-порей лук обычный и мы туда сейчас еще чуть попозже сейчас я это добавлю порежем туда еще пару шалотов а-а-а это я забыл сказать сразу такое мой упущение ошибочка вышла понятно, шалоточку потом еще ну, все-таки это французский рецепт скажешь, без шалотки хотя, в общем, в принципе, если нет шалотки, то это абсолютно не обязательно значит, надо следить единственное, чтобы всегда было масло на дне поэтому сейчас у нас там кончается, значит, чтобы потом не светится мы туда чуть подольем ок перемешалось и оставим там и сейчас я сюда порежу еще лук-шалотку так, шалоточку ты хотел положить, да? шалоточку мы уже порезали, значит, таким тоже кусками непринципиальными то кидаем ее туда значит, перемешиваем там у нас все продолжает какая красота жарится-парится значит, сейчас мы порезали тут еще порезали, значит, мы помидор пока что но он тут пока где-то помидор а, похоже, да? окей так, ну, значит, здесь это все минут уже, наверное, 5-7 тушится но еще мы не кончаем, да? ну, да значит, там уже так все, видите, уже поджарилось чуть-чуть значит, теперь мы все наливаем рюмку не так не вовнутрь, а туда да, не перекликаться отлично и ты его не поджигаешь? нет, мы не будем его поджигать тут это сам, нам спешить некуда поджигает то, что по алкоголю шел а то он идет и так с кипением выходит точно так же, как звенаем выходит алкоголь так же идет из киняка совершенно не нужно и потом, вот ты говорил, что усики могут дать плохое усы ну да, если усы у креветок или там чего-то, то они могут сгореть от киняка и дать, значит, плохое это сам это мы тут бутылки осталось чуть-чуть киняка, пару капель мы, значит, это добьем туда и разойдем, собственно ну, коньяк у нас практически есть выпарился остался только вкус да, запаха нет запаха алкоголя нет значит, теперь мы туда добавляем помидора и томатное пюре если нет томатного пюре, можно добавить любой соус томатный концентрированный, какой хотите, в общем-то не предстоит просто тогда соль, наверное, посматривать, да? потому что это же... ну, соль мы можем добавить в самый конец потому что, в общем-то, соль здесь она... потом же это все будет перетираться можно уже добавить в конечный результат бульончик тоже соленый да, бульон соленый фуме фуме фуме, да мы во Франции фуме, фуме не принципиально, в общем-то я уверяю, что никто на берегу Бескайского залива никто из французов не таскал с собой весы и не мерил там сколько, как это делается да и повар тоже в 1800 каком-то году наверняка тоже измерял так одна ложка, одна щепотка ну, конечно а не так, что как мы привыкли 250 грамм и 16 миллилитров вот так, что это самое значит, сейчас мы это оставим на глаз все делаем да, конечно, слушай вот, значит, сейчас мы это оставим чтоб опять у нас это закипело чтоб немного выкипел алкоголь и добавим сюда, значит, через ситечко процесим сюда бульон чтоб это он все закрыл примерно до этого уровня окей и оставим все это кипеть на медленном огне на полчаса угу так, ну, вино у нас уже, вернее, алкоголь уже не пахнет значит, мы берем и наливаем сюда процеживаем сюда бульон в общем, у нас примерно закрылось сейчас мы чуть-чуть совсем подбавим воды и начнем, значит значит прям чуть-чуть, наверное, да потому что хорошо я смотрю ну, он должен полчаса кипеть, в общем ну, да, да под крышечкой или? нет, нет, он должен закипать угу 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 риса обычного риса я стану там интересно и попробую что получится так по прошествии полчаса у нас здесь наблюдается такое даже назвать куварева сейчас мы это кушанье перетащим в блендер или миксер или разбивалку на мелкие части и забьем перетаскиваем все вместе головы ноги креветок все вместе и глазки и глазки тоже вот хотя ты я знаю что против но глазки тоже принесем оставшиеся три капли вышли выжмем самый там самый на дне самое самое что надо теперь знаешь мы это оближем очень вкусно сахаре значит поставим холмус поставим эту штуку начнем с маленькой скорости и потом нас больше а теперь как здесь говорят оттуда трапу оттуда трапу то есть на полном ходу рядом кто не разбился уже не разобьется так насчет его взбили значит теперь мы вот эту вот кашу должны процедить начну я кладем сюда и начинаем ее значит мешать чтоб она подсадилась ложечка может это самая долгая и страшная часть нашей работы будет он видишь как он подает тут он должен быть примерно такой консистенции должен быть жидкий но густой понятно так ну это у нас процеженный вариант уже что такая часть остался стоит его количества что мы сделали что такова французской кухни значит она получилась тут можно смотреть на нас получилась такая уже дикой получилось как хорошая жидко 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 пюро прицель станут нравится жижи значит можно добавить просто просто добавить воды просто кипячем кипячем до дальше мы сюда добавим теперь 40 грамм масла потому что мы не хотим тоже добавлять начнем садовар и будем помешивать она там растворилась значит и потом мы туда добавим две капли коньяка значит коллег пришлось открыть новый бутыл потому что начну здесь у нас масло все растворится значит теперь мы садовым коньяка то никогда выбирать и все то есть его просто чтобы куска ничего не будет не будем его не выпаривать ничего все насчет мы оставим просто теплом огне значит чтобы она поддерживал температуру и сейчас мы займемся значит непосредственно уже значит рыбкой по соли и кладем сюда ну рыба у нас пожарена креветки еще раньше пожаре сейчас мы это все кладем в тарелке заливаем соусом и начинаем радуется жизни так но это у нас значит уже все смешано то есть рыба пожарены креветки и американский или американский соус значит пить надо будем сидры потому что французы в британии там тоже пьет сидру единственное что они в результате французского игр неправильно наливать на это ничего значит мы простим мы простим значит приятного аппетита и пока приятного аппетита пока пока